так дорогие друзья я вас всех приветствую и у нас сегодня новиночка сейчас секунду я подстрою youtube чтобы мне важны не крутил наш стрим мне это ни к чему так секундочку собственно что по новинке теперь мы зри самого кузьмича молодой красивый вот но я решил все таки да потратить немножко на камеру вот это не из тех средств которые вы мне донатите на видеокарту поэтому те денежки я приберегу сегодня сегодня какие планы сегодня мы пойдем по кормушкам я буквально дня два назад так секундочку у меня почему-то только картинка изображение берем и тогда все нормально отлично итак буквально на днях я писал видео по медведям и ну чисто интуитивно загрузил все кормушки у меня кормушки загружены на хишкелден на кабанов загружены на козлов на козлов у меня целых три кормушки и мне не хочется чтобы это пропадало даром сейчас пойдем посмотрим что там игорь привет я сегодня не один сегодня с нами вектор дима дим скажи привет ютубу всем привет приятного просмотра эрмар привет игорь привет так по снаряжению но я решил пострадать сегодня 74 для чего-то тихого или там не знаю кабанов принципе мы сегодня особо не планируем мы именно будем работать по кормушкам поэтому для кабанов вполне подойдет тот же самый арбалет ну и на случай если леса какая-то вкусная интересная появится если мы ее обнаружим и будет ощущение что там что-то интересное дима ты где а зачем ты там хороший вопрос вопрос хороший так у нас вот тут бугорок отсюда я обычно козлов смотрю он только туда надо будет ползком потому что это очень близко да ребят кто не знает как выглядит мое молоко вот она на сухую не могу сидеть у компьютера честно постоянно сохнет горле нервишки это вроде мы в какой-то момент ну по крайней мере я перешел в более-менее спокойные игры совсем ушел от ммо проектов дима очень аккуратно дим я уже на я уже на брюхе есть чё у нас козлы прям очень рядом с какого-то направлено Я не вижу это тело. Я не вижу это тело. Ну не знаю. Так, а все у нас в порядке со звуком, с картинкой. И кстати, не мешает ли вам вот этот вот угол? Не перекрывает ли? Ты где, Рим? Понятно. Подожди, я позволью тебя, подползаю. Переключался на стрим, посмотрел картинку. Так, нет, козел не ушел. Я понял, что я делаю. Козел не ушел, но, видать, за этими зарослями. А я арбалет зарядил? Нет. Вот сейчас вовремя, да, все это дело не было? Так, стоп, я его вижу. Я его вижу. Нет? Нет. Ну, по ходу дела, по ходу дела, вот тут спуск вниз, и это тело, скорее всего, там. 50 метров. Я, в принципе, его отсюда с арбалета смогу снять. По-тихому, аккуратненько. Блин, ну он на месте стоит. Шуметь не хочется, у нас там кормушки рядом. Академия. 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 Да, ребят, кстати, по поводу моего видео касательно медведей, очень интересную версию мне вчера подкинули, человек, который какое-то понимание имеет во всех этих делах. Возможно, не в пинге дело, а в целом сетевой код не располагает моментальной отработки информации с вашего экрана. Вы должны понимать, что у нас охота это не прям какой-то ММО проект, здесь никогда не планировалось безумных каких-то средств вливать в сети. Ну, сервера, по сути. Вот, может быть, именно по этой причине, ну, на мой взгляд, именно по этой причине у нас ограничение на 8 человек в хосте, каждый хост на 8 человек максимум. Не потому, что как бы больше и не нужно, да? По большому счету, да, с одной стороны, больше и не нужно. Я, по большому счету, если в мультиплеер создаю хост, я вообще ограничиваю пятью людьми. Кто там меня подпирает так? Так, вот. Но, скорее всего, скорее всего, там больше техническая составляющая, технические проблемы создать какой-то хост на большее количество людей. Вот. Следовательно, видео моё можно удалять. Ну, нет, конечно, удалять мы не будем. Отсылал ли я разработчикам? Пока нет. Пока я не отсылал его разработчикам, скажу вам честно, мне надо было... Дим, завязывай, что ты толкаешь? Мне надо было убедиться, что я какие-то правильные мысли выразил в видео, да? Ну, вот над чем разработчикам обязательно надо подумать, так это вот над стрельбищем. По большому счету, стрельбища никто не замечает. Я вот сейчас посмотрел, люди туда не ходят, не стреляют по этим медведям. Но, тем не менее, Дима, кстати, Виктор мне и подсказал вот эту тему, что там у нас, оказывается, чучела-то не работают. Ладно, Дим, я не знаю, что делать, на самом деле. Блин, ты где? Ну, вообще дело, забирай его, да и все. Куда? Кого? Я его не вижу. Да, пистолетов у меня тоже два. Пистолетов тоже два. Эй, не тот. Ну, я когда этот ревент начинался, в принципе, я сразу сказал, что я иду более дорогим путем. То есть, я сразу 308 беру на случай, если вдруг у меня альбинос в процессе выполнения миссии попадется, чтобы я его добыл, чтобы я его поставил в трофейку. И, надо сказать, что я зря это сделал, потому что своего альбиноса я добыл уже после выполнения миссии. Но, правда, это красавец-мужчина, да? Самец-мужчина, кому-то там по три самки попадают на хосте. Дим, я не знаю, что делать. Надо его по большому счету стороной обходить. Но, блин, нам... Если его шугать, то шугать в другую сторону. Не в сторону этих... Прикорма. Вообще, это самец. Еще неизвестно какой, да? Я вот уже не вижу тебя. Ну, он там, за спуском. Он как бы рядом, но за спуском. Так. Давай сделаем по-другому. Ты пока оставайся здесь. Если вдвоем поползем, то, возможно, услышат, либо меняли тебя. А я вообще тихонечко с арболета отработаю. Какой бы там ни был, но нам его надо прям втихаря. Слушай, а мне не привычно, что меня видит. Держи-ка назад, дороги нет. Прилкай. Не, ну, а как же я вот это вот стандартные ритуалы, типа там носу поковырять, жопу почесать. Оп, вижу, 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 вижу. Он сюда вышел. Я вижу. Я его вижу. Метров, наверное, 30 от меня, 35. Вот если он застынет, я его сниму. Если нет, то... Че, убрал? Он упал? Он успел убежать за сплон. В смысле, он упал? Там уже его нет. Я не вижу. Надо идти смотреть. Значит, он не упал, да? След есть. Возможно, кровавый. А по-моему, это было? Да? Сейчас опять кишки. Туловище, серьезно? Слушай, мы сейчас доиграемся из-за того, что я буду новое видео писать. Ладно, может быть, на самом деле, я попал не туда. Не знаю. Тут, как бы, может быть, в крае шуткой, загривок или еще что-нибудь. Блин, торопить? Не торопить? Ну, стрела довольно низкая, кстати. Резинка от трусов. Блин, я вот слышу, что там козлы-то ходят. И пока мы будем торопить этого, те козлы могут сместиться. Как вариант, можно точку поставить и пойти сначала по темам стрелять. Да, наверное, мы так и сделаем. Да и, блин, шикарный взял. Под тема стреляться можно, в принципе, с дальняка. Вот, а что с собой-то? Магнум, 7-миллиметровый переломок. Серьезно? На козла-то? Да. Я не хочу подранков храпить. Не церемонишься, да? Да. Тем более, я ее давно не выкуливал. Я уже по ней соскучился. Дим, топай сюда. Хорошего пока ничего не вижу, но козлы есть. Козлы есть. Пеги есть. Разноцветный. Ну, блин, ну, хорошего пока. Вот только вот вниз спустился. Ой, блин, вижу хорошего. Пеги видишь какой? Я пока что-то скажу. Мать его. Выбирай себе любого, кроме Пегла. Пеги это который трехцветный. трехцветный, да? Там, вернее, двухцветный такой. разношошный. Блин, мне надо, чтобы он удобно вышел под выстрел. А что они носятся? Дим, ты выбрал себе? Охренеть! Да, все, готов. Готов? Насчет три. Раз, два, три. Твой лег? У меня кривой выстрел. Кривой выстрел. В смысле, кривой, вон лежит что-то. Я стрелял под белом. Друзья, что такое лежит? Тут зайцев полно у нас бегает. Смешной привет, Ортега, привет. Ребят, всем привет. А и первая кормушка там мне подарила. Вот таких вот, вот таких вот, я еще не собирал никогда. Ребят, при том, что я ходил на эти кормушки, я их выставлял, но не везет мне на козлах, блин, вот хоть ты убейся. Ну что, такие увидели, надо теперь другие рога из этих поискать. Какие там у нас что есть? Те, которые как у альпийских, которые в спину упираются. И кто там еще? Сразу Буизерби, говорят. Дим, камень в твой огород. Есть еще винтом, который я ходил. Камень в твой огород. Говорят, ты бы еще Буизерби взял в 340. Так это есть винтом? Это есть винтом уже? Или куда винтом? Есть, которые в бок идут, винтом. А есть вот такие, да, я понял. Ну, нет, гравика, понимаешь, какая ситуация? По большому счету, я сейчас рулю, то есть я задаю такт, я говорю, когда стрелять. И в данной ситуации, возможно, у Димы будет не самый удачный момент, то есть, возможно, его козел будет в движении. Поэтому тут должен быть калибр наверняка. я под себя подгадываю ситуацию, то есть, чтобы я попал. Спиралька вверх, да, да, будем искать, ребят, у нас сегодня будет куча перезапусков, ну, красивый, слушай. Пеги это не редкий же, да, у них только альбиноз, по-моему, редкий. Ни хрена себе. Серьезно, 764, что, подправили, что ли? Это не топ, ребят, далеко не топ. Насколько мне известно, там под, сколько? 390, кстати, в топах по Дикому Козлу у нас висит Смерч, Женька. Там почти под 400 у него. Ладно, берем, в любом случае, я потом трофейку заберу, потому что он и по раскрасу мне нравится, красивый. Что там на тебя делал? А у меня такое чувство, что у меня вообще пуля выше ушла, чтобы по нему кто-то промахнулся. Это прикольно. А как такое могло быть? У меня все бывает. Друзья, вот эта вот винтовка, кстати, 764, очень многие ее любят. Очень многие не любят. Но мне она зашла своей, как бы вам это сказать-то, своим очень аккуратным внешним видом, своей очень тонкой работой. Почему тонкой? Потому что по большому счету, вот то, что сейчас с козлом было, проведут повреждения, для меня на самом деле удивительно, потому что даже в небольшие тушки обычно эта винтовка работает точечно. Попал в легкое, пуля там и застряла, но то есть по-легкому она отработает. Она идеально точная, но при этом она не разносит дамаг по всем органам, близлежащим за счет удара. я считаю, что это не очень реалистично, с учетом того, что все-таки это 7 на 64, то есть пороха там достаточно, чтобы задать некую энергию пули. Чтобы вы понимали, у 962 мы по цифрам понимаем, что на 9 миллиметров там 62 миллиметра гильза. Понятно, что она толще, то есть пороха там побольше будет, но все равно вот так вот за что я полюбил эту винтовку работа по оленям пожалуй от массы от 120 килограмм я бы не решился дальше 150 метров стрелять вообще. Благородный олень вообще не рекомендую стрелять даже близко к 200 метров. Вы оба легких под 90 градусов не пробьете никогда. Только одно. Соответственно, у благородного оленя, так как живучесть позволяет. Дим, я еще одного козла вижу. Нужен нам такой, нет? Вон там черненькие на том берегу. На том берегу, видишь? Ну, по-моему, это самка во-первых. нервная. из этого стада, видать. Да, самка. Вот. Очень люблю винтовку заработал по волкам, койотам и вот всякой мелкой дичи. И, кстати говоря, я попробовал ее на козлах. На козлах имеется ввиду альпийских. Мне понравилось. Это не с тем прицелом, который новый, с красной разметкой. Меня бесит этот прицел, если честно. Но иногда я ставлю его, если есть возможность прилечь и надо на дальней дистанции прицелиться. Сейчас, в принципе, это было необязательно. Сейчас мне можно было стрелять и с 1.8, да? оттяжение. Вон самец белый ходит в низинке. В низинке? Ну стреляй, стреляй. Давай, бахай. А, вижу. Кстати, вот такой белый обычно, ну не то, что обычно, бывает, что ты не видишь этого, но там подходишь, а там глаза красные. Стреляешь? Забирать его? Да, да, бери, бери. Хорошо. Стоячий зверь, ребят, стоячий зверь, мультиплеер. Вот когда долго стоит, стреляйте, потому что, как я понимаю, если на сервере, если на сервере уже началось движение зверя, у вас это не успеет отразиться, но попадете вы уже не туда, куда хотели. Смешное нет, ну тут знаешь как, блин, я, наверное, шумно разговариваю, да, потому что я сам себя пытаюсь переключать. Дальше 100 метров, в принципе, если ты охотишься на козлов, это актуально, что козлы, это такие козлы, они у них чуйка очень хорошая, собственно, как у альпийских, вот, поэтому, наверное, по козлам приходится именно с дальняка снимать, выбрал лучший экземпляр, бакнул, пошел дальше, в принципе, стадо недалеко отбежит, ты можешь его нагнать и бакнуть другого, но вот за этими уступами, за камнями, особенно за деревьями, бывает, ты стадо не видишь, все, не можешь рассмотреть, у тебя не получается это. И очень часто твой глаз падает не на того зверя, которого надо было луку забрать. Так, ты пока подбирай, а я пытаюсь сориентироваться, куда нам топать, а нам топать, блин, надо было палатки меня здесь расставить, на самом деле, но я, я не профильный охотник по козлам, на самом деле, мне нравится эта охота, кстати, вот, я вам так скажу, не то чтобы я не профильный, да, я не профи, вот по козлам я полный ноль, я вам даже не подскажу, какой у них основной орган чувств, ну, я думаю, что зрение, есть подозрение, что зрение, да, и слух, вот, но, охотиться на них, мне нравится, всерьез, это прям по фану, они не очень крепкие на рану, но при этом поймать его на мушке, чтобы он был в состоянии покоя, это очень сложно, Денис, я тебя понял, я тебя понял, его с реального прицела делали, понял, Дим, новый прицел, который, который, ну, вы поняли, вот этот, делали с реальной оптики, Eagle Mk1, а ты что написал, Zero Stop Mil R, ну, то есть, название не оригинальное, опять у них проблема с лицензией, ну, блин, понимаешь, и ни одной оптики в The Hunter Classic нету с прицельной сеткой Mel Dot, тогда, когда в Call of the VL, все прицельные сетки Mel Dot, я не хочу сказать, что она прямо вот, самая лучшая, но, блин, она распространена, Mel Dot, очень много оптики делается на базе прицельной сетки Mel Dot, по крайней мере, я знаю, 32-х миллиметровые, очень много, 40-ка миллиметровые, вообще навалом, и 50-миллиметровые, да, а в бегущую стреляйте из 405-го, кровь, кишки, глаза, насосных, 100% фарш, понимаешь, в чем проблема у 405-го, он, как и 74-й, подстроен под игру, он не наносит, того дамага, который, вроде бы, как логичен был бы, исходя из калибра, 405-й, но это, прямо, это торпеда, да, то есть, вот, а по факту, мы ходили на быков, когда винтовка появилась, я не знаю, может, ее поправили, я просто с ней не ходил сейчас, но, дальше 100 метров, стрелять по быкам, это, прям, ранение тулочью, ну, 100%, без правития, и когда нам нужно было с 405-го бантенга бахнуть, вот тут возникали вопросы, бантенг на тот момент очень шуганный был, прям, невозможно было к нему подкрасться, и я и все пробовал, и устроителями запах обшипывался, там, и морду раскрашивал, ну, пофигу, 3D-камуфляж, там, а вот бэк одевал, вообще по барабану, у меня зайчики тут бегают, Дим, ты, кстати, приобрел 45-й, что скажешь? Ну, честно говоря, я с ним ходил крайне мало, поэтому, что-то прям объективное, сказать пока нет. Нет, но я знаю, что он тебе понравился, понравился, да, понравился. Ребята, от тебя скажу, что я вам не советую, но хочется спросить у Димы, чем зацепило его 405-е, на самом деле? Ну, внешний вид, анимация, звук, приятный, сам по себе, ну, и, как сказать, еще, это все-таки первая винтовка, которая просто бескомпромиссна, без прицела. Что в твоем понимании бескомпромиссна, то есть, прямо вот стрельнул, и, это значит, это, то есть, желание, у него по всем не поставить. Как бы это хотелось? А, вот о чем-то. Я понял. Но, ты не готов сказать, что прям калибр бескомпромиссен в игре? нет. Окей. Даешь охоту на песца в традиционном кама с длинным луком без манков и спреев? Без манков и спреев на песца с длинным луком? Слушай, ну, дай бог, часа за четыре ты одного песца сможешь. ну, это надо прям ползком к нему, причем угадать траекторию, куда он движется, чтобы его подловить. Что-то, заяц у нас, по-моему, заблудился, смотри. он все скачет и скачет. А у тебя на заяц есть? Время заяц отропил. Да не, нафиг не заяц. Я на точку двигаюсь. У нас там полез этот... женя, ты не хочешь, чтобы подростка найти? А, с арбалета? Да. Но все равно примерно в ту сторону идем. Мы вообще не разные в ту сторону идем. Подранок-то вот у нас. А мы идем сюда. блин, хреново знает. Я бы вот попробовал в арбалет еще раз стрельлить. Что-то мне не понравилось, если честно. Куда я там мог попасть в туловище, чтобы оно еще убегало. По большому счету, когда я стрелял в козлов с арбалета, даже в туловище, даже при ранении в туловище, но если не на месте, то через три следа кровавых уже труп лежал. Хотя, возможно, это и неправильно. Если туловище, то туловище и не важно какой там калибр или в туловище. Так. 30Р стрелять стало круче? Когда? Я сейчас вообще не кайфанул с 31. Вот я на медведя ходил, мне не понравилось. полный бред. По сути, 30Р даже по баллистике аналог 9,3 штуцера. С какого будуна? Я вопрос сейчас вот думаю просто. Я и тогда по бочкам стрелял, я понять не мог, а почему так 30Р летит у бога. Стой! Стой, Дима! Черная леса! Замри! Замри, блин! Блин, что, серьезно? Ну, черная же! Или это кросс? Тихо, тихо, дима! Она идёт! Я пока не вижу зараз, кто там? она смотала я ее убегаешь и не вижу димка клево скрылся как ты хотел искал замри я упал да не пойдем пойдем торопить потому что по-моему это была черная я не уверен за травой мы могли чем-то не видеть она далеко без выстрела не убежит по идее вопрос теперь правильно на нее выйти баллончик с лавандой брал с собой какой баллончик с лавандой с собой брал не не сегодня буду пахнут сиренью с крыжовником да георгий привет привет так бывает заходишь и сажи но это по-любому самка 0 10 килограмм ну пойдем все таки найдем и мне прям интересно по поводу арбалета ребят я не знаю чем чем неправильно то что прицел неправильный вот с ним зум меньше чем без него нет это максимально отдаленный сейчас вот на по камню посмотри есть приближение подождите ну да здесь поясняю во первых зум на прицеле под какой реверсивный арбалет да он двухкратный зум под темпоинт трехкратный в чем разница в том что при меньшем увеличении расстояние между точками увеличивается понимаете вот точки ваши пины там их 4 если вы приблизили картинку точнее приблизили то расстояние между этими пинами оно сократится а снять прицелы попробовать без него ну окей тот же камень ну ну сейчас проверим да да согласен согласен кому как удобно на самом деле тут по большому счету я думаю что заданной игрой какой-то определенный зум при стрельбе без прицела в целом да и возможно это трехкратное увеличение ну вот смешной пишет 405 не очень понравился 4570 вообще обожаю когда вы грубили ее прям влюбился даже видосики по ней посмотрел марлин 4570 хорош а кто такой марлин марлин напиши коротко это рычажка или это букву который однозарядный однозарядный если однозарядный то я тебя поддерживаю если рычажка я подумаю завтра привет привет так дим ты чем-то актуальное видишь вообще по следам этой лисицы нет у меня какой-то очень странный и идущий след вроде бы в том направлении но но странно интересно ради сейчас нагуглила прицел посмотрел сколько он стоит мне так поплатил арест ну а конечно но это сопоставимо с этими объективами на фотоаппараты там же даже может быть подороже потому что конструкция немножко более сложные неудобнее просто по пинам а то через родной пол экрана закрыта да да согласен блин мне не хочется терять эту лисицу рычажка я понял карабин марлин 1895 калибра 45-70 гаверна рычажка как в игре аааа окей окей я просто не знал что она называется марлин вот и вы меня просветили да денис ты меня сейчас расстраиваешь блин вы мне прямо идеи подкидывайте по поводу каких-то очередных тестов я сейчас буду два дня теперь тестить арбалет серьезно 24 56 72 я когда записывал видео про арбалета все было норм более чем я прям в точку в пин в пин в пин попадал приличного зандерс мы особо ничего не нашли кроме как козла такого на 300 с чем там у нас был а у нас пишется 324 дим нам если это редкая лисица она нам нервы потрепет она сейчас будет останавливаться за склонами где-нибудь возле деревьев и прочих местах где ну ты понял да ты к тому что мы ее полстрима будем торопить да ну блин если это редкая то это того стоит вопрос в том насколько она редкая потому что я не увидел черная она или нет что за прогрузы я не пойму в the hunter classic у нас что-то у тебя еще нормально все было да а я зачем-то след сделал смешно я тоже не замечал проблем по пинам я проверю конечно я надеюсь что это не будет поводом писать очередной гневный видос по поводу того что к чертовой матери с этим рендером поломали еще и арбалеты я очень надеюсь потому что ну терпеть уже сил нет с этим долбаным рендером кому он нахрен сдался нахрен это надо было на 320 метров в воде болезнь какую-то убогую ну ладно опять я бомбит да нет ну люди танки показывают бомбят же корабли показывают бомбят дать я в своей стихии идут нашел я старый след пошли дальше но я что-то блин во-первых мне не нравится цвет немножко следа самого такой зелененький наверно будет прям салатовый такой нет не будет его видно красный может денис я проверю я проверю вообще на форме очень много бреда пишут иногда как и в целом в интернете ну это из ряда тех историй когда знаете там рассказывают что типа ты из лука выстрелил стрела воткнулась в тушку животного животное бежит и стрела повреждает другие органы фу блин в игре где прицел не соответствует своей метке да центру своему серьезно да ну нафиг не реализуют такие вещи в игре ну движок здесь не позволит а вот то что после ранения легкие сердца вы торопите там десять следов с кровью потом херах нету крови а потом один каком свет туловище или кишки и дальше лежит труп вот как объяснить я потерял я тоже могла срулить кое сейчас посмотрим да аль капонов верните все назад вот я говорю чтобы исправить сегодняшние проблемы в игре откатите все на февральское обновление откатите назад и бомбежание не будет эту игру ладно не будем чекать ее да смешно и абсолютно согласен на дальняках тут во первых они нереально стрелять потому что половина калибров если это не 340 визорами конечно там половины калибров на дальних дистанциях не рабочие вообще но тут есть нюанс разработчики сказали типа ввели баллистику точнее ввели рендер на 320 метров не для того чтобы вы устраивали тир а для того чтобы нужную желанный трофей свой увидели заблаговременно и уже спланировали свой подход к нему блин окей но тогда вопрос у меня к вам когда вы говорите что звук выстрела не слышен дальше 220 метров а по факту на 320 метров прям дичься разбегается я это вижу и все это видят на white ram bridge ты выстрел из любого оружия из любого у меня раньше было ощущение когда был рендер 220 метров было ощущение что гладкие стволы тише пистолеты тише то есть дичь не развлекалась в радиусе 220 метров ну например в радиусе 150 но потом уже смело подходили другие в этот круг заходили после выстрела если мог спокойно с пистолетка он бахнуть и через сто шагов там услышать уже зверя это нормально а когда с 9 и 3 антшульта стреляли у меня было ощущение что дичь распугивается блин на мать его приличное расстояние вот а сейчас все все оружие вообще сведено к одному из чего ты не бахни если это не мелкашка и не лук с арбалетами да то есть все звучит на 320 метров и все и ну на хрена а в чём-то разница муразор в танках бомбил так и увы к себе работать пригласил сейчас на кипре нет меня если пригласят работать в его вывести видео я я пойду работать в игре потому что простите работать в бомже студии где три сотрудника три сотрудника и толком не могут сделать три игры четыре уже до по охотам на движках бим у нас за канта прайма почему 43 кантора что за 4 ну здрасте просто называется по-другому generation zero сейчас разрабатывается на базе движка охоты все оружие вся баллистика вся физика там будет та же самая только это будет тоже еще и там бомбить будет это будет тот же выживать выживать как например свое время за hunter prime только теперь не с динозаврами а с роботами на базе игры которую они сделали уже по охоте но посмотрим что нас ждет хотя на самом деле меня проект интересен я скорее всего буду и скорее всего я его обязательно возьму канал будет релиз вот но мы посмотрим если там такое же количество багов как и хотя сейчас полос play меня смотрел принципе вполне годная вещь робота зверюги да сейчас ребят я абракадабра привет привет да будет как с правилом пишет denis да да но я вам так скажу то есть изначально изначально когда пилили зов природы я думаю что generation zero уже был разработки то есть они хотят какой-то массовый продукт выпустить на базе ниши вот игр которые делаются на каком-то движке до охота никогда не будет массовой блинка и где леса короче ладно хрен с ней с лисой какая бы она редко не было одно она меня заманала чертовой матери она просто спарился все новым и все стоп 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 козлы кенгуру ну хороший выступ с этим можно посмотреть здесь чего и как ребят если идете на австралию вот эту пуколку брать не советую травы здесь предостаточно чтобы вы не смогли увидеть что за лиса на вас идет и тем более не смогли ее пострелить у меня нету строителя запаха и я поставил хвоста прям ну рядом с собой ну естественно леса прочуханная прожженная вот вот с такой дистанции с такой дистанции я бы прямо от бахнул бы по ней увидел бы если вас встретим шикарно альбинос кабана блин дим чусь или за день я хороший лет не альбинос вот это чё за самка такая нет а помпрос серы такая светлого окраса или альбинос я не пойму чуточки понять не не помогать да нет наверно нет с этим рассказать а потому что чё потому что мы уже скоро подойдем потом за озером уже будет то что мы ищем учет я там стадо кенгуру вижу на том берегу а самец где кричал у воды да примерно на том берегу у воды да нет на этом на этом нам да на этом давай на брюхо посмотрим чё там да как хорошие стрельбичи абракадабра какое что конкретно интересует вообще в идеале стоит до козлов там много прилично по крайней мере но они прям пони заходят о нифига си хороших нету я не вижу хороших ребята это шальбинос это шальбинос блин почему так она просто серая а вот так вот она белая у меня чё за глазами наверное не то серьезно я в обычном бинокре смотрю она белая у нас у нас кабаны здесь спят блин как как сладко спят то смотри какой красавец сопит правда на 730 все самка это вам тоже самка это тоже самка тут самец кабанчик а кстати неплохой где сейчас точку поставлю вот стать вот такие вот вверх до который закручивается рога ты про этого что там хорошего ты мне куда . прямо на него но он спит который это он стоит на смотрит и бартон мотает но сейчас перед ним . я что-то не догоняю посмотри козырьки видишь где бегают ну чуть ближе них ок я там вижу три спящих кабана один самец и две самки левее спящие а ты чё видишь вот честно скажу спящих я не вижу но что конечно туда смотрю я вижу стоящего самца клана делаю проще погоди показался делаю проще 74 метра окей я стреляю ты говоришь этот или нет да он так он спит у тебя он стоящий что ли был да у меня он стоял мотал башкой после того как стрелы от него прилетел он проснулся и убежал прикольно я пополнил так смешной пишет ну кстати где в целом то мысль очень неплохая согласен по поводу пещерных людей до пишет разрабы тоже разрабам тоже семью кормить нужно вот и перед что-нибудь массовое а то на одной охоте не протянешь даже пещерные люди кроме охота собирается заниматься но есть одно но смешной у у них есть три части игры джаз коз который скупают все школьники ты знаешь да это которая вертолет там пульнул какой-то херней под потянул за этот тросик и вроде как ты уже на месте пилота пойдем смотреть что там по кабану и нам на тот берег кормушки туда слушай там какой-то дискач там серьезно какая-то какой-то какой-то трэш происходит там кенгуру штук шесть по моему ну и вот у меня возникает вопрос у тебя проблемы со зрением или в игре что-то не так почему мне этот кабан был спящий следующий раз если будет такая клинике без крем сделала попадание не был или было я кровью не вижу ну вот здесь попадание где попал все-таки кишечник хреновенько ребят хреновенько я все-таки надеюсь что я не попал я все-таки надеюсь что я не попал блин он что-то потоптался да идет это не то идет это не то вот тут наверно сейчас вот тут наверно сейчас дима мы принципе на месте дима мы принципе на месте седок я только кабана не вижу а так все ничего у нас козлы впереди должны быть должны быть козлы но такое ощущение что их вытеснили кенгуру смотри какое болото а и камни в воздухе друзья тебе нравятся вот эти камни в воздухе? как тебе? на вообще смысле ну ладно хоть они у тебя не на земле хоть они у нас в обоих в одном положении блин а как мне сделать чтобы у меня оверлейнер так есть козлы есть козлы есть козлы самец дима на бугорочек поднимаемся и ложимся я их уже вижу я их уже вижу блин как я так кормушку то поставил е-мое не видно что ни хрена а знаешь как я так поставил ее блин я отсюда отсюда выцеливал тут гора так мы не там дим нам вон туда надо на тут тут тот склон точнее даже на подъем там там а ортега даже не обращай внимание я даже знаю кто это вообще пофигу чел пытается свое самолюбие как то его обидели я уже повторял чел очень глуп чтобы понять простую ситуацию поставив диск он мне ставит плюсик к видео пройти мимо и проигнорировать вот это минус стоять вот это лучше будет ребят это даже тот самый карбанчик нет это не тот это самка была короче третьим подранком обзавелись стулыч дим ты где там лазишь что куда пошел дима кабанчик еще твоего зачем ты сейчас козлов там пугнешь офис на кабанов мы идем за козлами хорошо привет дед мороз привет спасибо и тебе тоже приятного просмотра добро пожаловать так вижу я наших козлов почему то я кабана определил ну где то наверное где то может быть и кабан есть козлики тут так себе дима стороной обходи ну прям за мной короче топай на картах что то прям толком то ничего интересного да дима так так я бы вот этого посмотрел а сможем мы с нашим увеличением глаза высмотреть у альбиноса что там должно быть розовые глаза розовый нос точнее не розовые глаза красные глаза но там что-то еще и с рогами по моему светлые рога должны быть блин чё серьёзно что ли дим на пузо слева где подожди вот это да дим кабана вижу спящий кабан это просто спящий самка очередная нет забей а вот дим я точку поставил на кабане охотничий подгон на дезодорант подмышки на дезодорант подмышки спасибо спасибо так нам лисы лисы теперь предпоминать будут который мы упустили стаблицу что у нас сверху кстати козлы поэтому ты там на брюхе дим я поднимусь по такому склону вот вот там вообще ничего интересного причем на прикорм пришло меньше козлов чем чем чуть левее кенгуру у нас тусуется опа по-моему тоже какой-то беспонтовый вот тут правда еще один есть блин вот тут что-нибудь мы можем найти сейчас интересно кстати говоря но нет блин прямо передо мной что ли блин блин Нашел кабанат его. Хорошо. Молодец. Спасибо. А я вот слышу козла, но не вижу. Сам подберешь, Жень. Не-не, забери. Смотрите, что здесь есть. Дима, если к нам не будешь подниматься, на брюхе прям. Окей? У меня в 20 метрах козлой. А, ну это самец, который с кишками, да? Да. А вот и самец кликнул. Один-единственный. 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 Так, кто у нас тут? Он, блин, видит, видит меня, по-моему, что-то определённое у неё не то. С реакцией. Какие-то у неё проблемы. Так, ладно, не знаю, кого я забрал, я забрал совершенно не того, кого хотел. Как, как, мать его, кишечник? Подождите, она левым боком камень повернулась, куда я стрелял? Я же в грудь стрелял, ещё за хрень. Я сейчас поймите буду среза. Ну, уже просто устаёшь от этого. Жень, начинай, уже можно, нормально. Дим, 13 метров дистанция выстрела. Так. Стреляю в грудь, какого хрена, кишки мне показывают? Вот, и хребет, третий полонок. Евгений, привет, привет, извини, тут отвлёкся, что-то. Это шок. Я на самом деле пересмотрю этот момент, потому что я не помню, куда я стрелял. Я помню, что ко мне козел повернулся левым боком. Но я чисто просто, ну, логически не могу стрелять в данной ситуации в кишки. Это глупо. Я уверен, что я стрелял в грудь. Но я опять смотрю, вот этот момент прям можно будет даже на замедленность включить на ютубе. Давай, Дим, каких-нибудь дрыщей себе выберем вот из этих вот. Чуть хорошо, но медленно наверно подползаю к тебе. А то уже можешь не полуть. Тебе это не поможет. Припольно. Так, у нас на выбор 5 козлов. И ни одного из них вкусного. Привет, Андрюх. Кто в телевизоре спрашивает. Как я? Красивый? Няшный? Дим, но есть вот один козлик, который, наверное, я бахнул? Нет. Это самка вообще. Я, кстати, вот такие вот хочу длинные рога. Длинные, но ровные. Ты хочешь длинные рога? Ты хорошо подумал? Так, стоять. Нет. У меня неправильно поняли. Не подползай ко мне. Я себе уже выбрал. По-моему. Это все супер. У меня до тебя еще 40 метров полз. Зачем ты ползаешь? Я сказал, иди ко мне сюда, на полу прийти. Тут стрематься уже некому. Вот этот самец. Ну-ка. Все. Самец. Мой. Рыженький, который с прямыми рогами. Это мой. Понял? Зачем он мне такой? А, вон мой. Или это мой? Нет, вон мой. Я там уберу. Вот того. 211 метров. 211. Но, блин, на 7 миллиметров это небольшая поправочка. Прям очень небольшая. Ты готова? Нет. Готовься. Выбирай пока себе жертву. Я себе выбрал, но, по-моему, только рога из текстур торчат. Я даже не вижу тела. Как стрелять на 320 метров, ребят? Ну, как вот? Вот это вот что такое у меня под землей полз. Ввели они рендер на 320 метров. Все, козлов я нашел. Жень, ты какого берешь? Я беру с прямыми ровными рогами, которые вот у кормушки ползают. Потому что тот, который получше провалился под текстуры. Или могу черного забрать. По большому счету у них рога одинаковые. Ну, черный, по-моему, самка. Нет, самец. Давай я черного. Вот ты любого выбирай. Блин, Дим, тут делить нечего уже. Тут, по большому счету, все эти… молодняк один. Ну, как бы да. Ну, в общем, ты черного забираешь, да? Да. Так вот. Когда он ко мне не жёг, он будет повернуть. Ну, хорошо. Я тогда, который слева от него… Блин, теперь они оба слева от него. Ну, в общем, пофиг. Давай. Как будешь готов-ка. Я готов. Сейчас остановится, стреляем. Готов. Три, два, один. Плит. Хороший. Вот. Пересмотрел, стрелял точно в грудь спереди. Ну, странная ситуация, ребята, с игрой творится по поводу попадания кишки. Но я вам рассказал в предыдущем видео, как это всё может происходить. Дима. На. Один. Сейчас подранком пойдёт. Я не знаю, какая дистанция была выстрела. Где-то вот здесь был. Ну, чёрт возьми, я его, я его достал. Я её понял. Ты подранка сделал, чтобы нам не скучно было, да? Это что за хрень? Как здесь самка оказалась-то? Она убегала в левую сторону от нас сейчас. Не, пойдёмте ещё одну трубку банапову покажу. Мы сейчас всех подранков здесь соберём. Я уже вижу. Я орут с этой игры. Блин, ребят, ну это какой-то… Я, по-моему, ещё одного вижу. Нет? Нет. Там два спящих было, карбанчик. Да, спящий, ладно. Жена не слышала меня про рога, конечно. Спросить, что ли у неё? Арбалет стандартный. Какой арбалет стандартный? Это между подарочной, который за ивент. Точка спавна подранков. Ну, понятно, ребят, вы видели это, да? Я попал в голову, показывал, что стрела прямо трассирует, что туда вошла. Я видел чётко, что в голове. Ранение в лопатку. Клёво. В принципе, ранение в лопатку – это очень недалеко от лёгких. И я бы в такой ситуации, если так стрела у меня упала бы. Я бы подумал бы, что, ну, должно быть хорошее что-нибудь ранение какое-то. Лёгкие там или ещё что-нибудь. Что-то, по-моему, у нас вообще сместились все ориентиры в игре. Стреляешь в лёгкие – кишки получаешь. Стреляешь по лицу – стрелок. Вот тебе, пожалуйста, лопатка. Кибер, привет. Привет. А, кстати, подожди, мне ж Дима Зандерс рассказывал, что можно пинг посмотреть. Пинг до сервера у тебя 44, у меня нулевой пинг. Но у меня нулевой пинг, я так понимаю, относительно меня самого, да? Да. Ну, то есть я как создатель хоста, а ты ко мне цепляешься. Но это не показывает реальной картины, какой пинг у меня относительно подключения к серверу… Как это назвать-то, Дима? По научным, чтобы сейчас дураком не казаться. Куда я подключаюсь? Если вы сейчас найдёте мой хост в мультиплеере, вы увидите, что я подключен к европейскому серверу. Европа будет. Сервер Европа. Где именно в Европе? Никто не знает. Нет, возможно, кто-то знает, но… Ребят, ну… Тут безупречный выстрел. Ничего не накосячило. Два лёгких сердца. Как у нас работает тут повреждение? Нет, я пока не могу понять. Стреляя в жопу, в мозг попадёшь. Хотя это вполне реально у моих людей мозг именно там. Шкиперы. Вот если бы мы были бы в Таркове, я подумал бы… Да? Где? Ага. Тарковик, кстати, картечью по заднице. Самое то вообще. Илья, привет, привет. Достижение к оружию есть арбалет Больсбан. У тебя его не будет, у тебя будет нулевое достижение, как у меня, поэтому ты не расстраивайся. Мы этот арбалет не получили. Его получили три человека, которые занимали по очкам первые три места за этот ивент. Понимаешь, да? Из-за этого не нужно расстраиваться, потому что у меня, например, нету золотого помпового. У меня нету… А серенький у нас кто? Самцы или самки? По-моему, самки, да? Самка. У нас, короче, кенгуряшек полно. 7 миллиметров голпап нету. Кто там у нас еще золотой-то есть? Тридцатка, по-моему. Тридцатки золотой у меня нету, да. Там арбалет говнище полное. Смешное, вообще не переживай. У тебя для этого арбалета дичь – это птица, заяц и пушнина типа лисы-писца. Все. На койоту уже нельзя. Понимаешь? Поэтому нужен тебе этот арбалет, который в пистолетный слот вставляется? Ну, мне он нахрен не нужен. И я не переживаю. Мне кажется, или я на месте убил козла? Ребята, посмотрите на это. А, нет, не на месте. Но... Туловище! Туловище, ребят, два следа и труп. Ну, вот о чем я говорю. Вот это то, что происходило раньше с арбалетами. Кстати, я ему гипотетически должен был в кишки попасть. Как раз таки. Желудок, печень. Ну и при наличии достаточной пробиваемости. Вот ты где дырку видишь, Дим? Давай, ПСР. Ты нигде не видишь, да? Я правильно понимаю сейчас? Так, район лопатки. Я так понимаю, да? Ты дырку, где я видишь, пулевую. Нет, район лопатки это не дырка. Это просто какое-то пятно на шерсти. Тогда нигде не вижу. Ну ладно. Туловище 304 метра, ребят. Я... Скорее всего мы просто не пробили на такой дистанции. Скорее всего. Но при этом два следа крови и все. Смешно. Десятка у меня тоже есть. Но чтобы свою десятку и получить, у меня теперь... Сколько там штанов-то мы купили, Дим? Точно я не скажу, но много. Короче говоря, ты скупил все штаны команд фаворитов в чемпионате. А я говорю, кто делал? Это шведы или норвежцы оттуда находятся? Это шведы. Но... Я шаги слышу. Ты тоже? Тихо. Я, кстати, мог не попасть сейчас. Потому что я зачем-то целился по второй. А это... Ну я попал. Легкие сердца. Вообще я, конечно, очень высоко брал. Надо было по первой прям целиться. Там дистанция была... Ну сколько? Ну метров двадцать, наверное, пятнадцать даже. Это шведы, но сервера... Блин, ну если это шведский сервер, то в принципе, в принципе, у нас до них не очень далеко, по большому счету. Да, Дим? Покажу. Я бы сказал, шведы это прям очень близкие соседи. Я, чтобы получить булк-пап, купил две футболки. Две футболки по две тысячи. Не, я фанат тоже, конечно, всего оружейного в этой игре, но... Дима, я опять стрел. Я след открою и вижу, а дальше... А, вот. Вот, смотрите, ребят. Легкие сердца, каждый след... Сколько их там было? Ну, порядка восьми, там, девяти, да? Что мы видим дальше? Бегущий след. И сейчас внимание. Кишечник, ёптать. Кишечник, Дим. Весело. Нет, труп уже не за горами. Когда такое происходит, то, в принципе, уже там вот-вот и будет кабан лежать. Если он уже где-то не лежит. Я пока не вижу. Сейчас найдем. Но как факт, откуда после лёгких... Ранение лёгких, появляется ранение кишечника. Кенгуру есть самец. Блин, а кенгуру вообще кто-нибудь охотится на кенгуру? На хрена это ввели вот бесполезную ничь вообще? Просто потому что Австралия... Мне и неинтересно их стрелять. Вот, Дим, ты охотишься на кенгуру? Толк не соврать один или два раза, наверное. Попробовал по ним пострелять и всё. Нет, ну я тоже стрелил, но как бы... А то, что в целенаправлении, например, на кенгуру вообще никогда не было? Ну, введите сюда обезьян. Клево, кстати, будет. Никто вообще охотится на них не будет. Хочешь по кенгуру, что ли? Нет, я не буду предоставить. Мне интересно, это вообще как зверь. Я понять не могу, куда кабан делать. Кабан дальше бежит. Сейчас кенгуру нас заметит. Да, 2000 емс это супер дорого. Одна футболка. Тут получается, что смешной, тебе вышла твоя болтпап золотистая за 4000. Правильно я понимаю? А я не поймаю, а долго оно будет бегать вообще в этот кабан-то? Он лежит вон в канаве. Блин, начал двигаться. В движении я стрелять по нему не буду. Пусть драпает. Короче, поначалу по 500 вроде продавали. Потом после группового этапа уже по 1000. А в финале по 2000 за ту долгу. Слушай, ну у меня вышло по деньгам наверное не дешевле. Хотя... Дим, не помнишь? Чуть-чуть дешевле. Охренеть какие повреждения. И оно столько бегало. Дим, зайди на стрим, смотри. Ты охренеешь. Я это серьезно говорю. Что-то непонятное происходит у нас с игрой. Но при этом как бы легко это одно. Хотя, что я тут возмущаюсь-то? Левая легкая кишечник. Есть у меня вопрос. Есть у меня вопрос, друзья. Каким образом? Это не пуля подчеркиваю. Она не будет вот так вот по телу мотылять. Отскакивать, рикошеть от костей. То есть, тут возможен только один вариант. Прямой проход стрелы. От легких до кишечника. Не задев при этом желудок и печень. Кто-нибудь сможет мне объяснить это? Мне вот интересно. Каким образом так может пройти стрела, не задев вот эти два органа? Сердце понятно. Просто по верхней доли просто стрела прошла. Как вот эти не задев. Давайте подумаем. Шкипер это так же было, как с десяткой. О, самец. Тереди у нас. Как с десятом калибром. Я вот расписную эту десятку получил. Сколько мы там штанов покупили? Ну блин, я много купил. Я говорил не все. Я говорил, мы тебе штаны выбирали, как сказать, команд фаворитов. То есть, наиболее вероятно. Он далеко не все был. Не все. И по-моему ты их купил, ну штук шесть или восемь там. Шесть или восемь, но ценник какой был, ты не помнишь? 219? Да, да. Или 200 или 250. Как-то так. Что-то такое, да. Это ближе, что-то самое. То есть, чем ближе к групповому этапу там и тем патч, если это сейчас финал или финал, то тем дороже. Угу. Только сейчас в этом, кстати, этапе были, в этом чемпионате были не футболки, были штаны. Денис, то, как показывают в Call of the Wild. Тебе, по сути, показывают зачастую криво. Я не знаю, может быть сейчас там все исправили. Может быть, были правки там, фиксы и прочее. Я давно не заходил. Но, когда я стреляю гусю, летящему на меня спереди, а мне показывают, что я в итоге при подборе стрелял сверху и вниз. То же самое по лосям. Стреляешь в легкие, а показывают, как будто я вообще с другой стороны сзади стрелял. Это бред. А что ты будешь делать с этими, например, знаниями? Ну вот окей, у тебя табло подбора оленя, лося, не знаю. Ты уверен, что ты стрелял с другой стороны, но ты вот эту херню скринишь, отправляешь разработчикам и говоришь, я стрелял с другой стороны. Ничего не произойдет. Ничего не произойдет в Coldwell. Объяснить почему? Потому что правки багов денег не приносят. У них по сей день с релиза кривые мушки на 7 миллиметрах, на гладких стволах вертикалках. Куча всего. Куча всего. Пистолеты кривые. Приносят бабки в Call of the Wild DLC. Вот над чем будут работать. Так, они тут рыси ходят. Слушай, по большому счету моя вторая кормушка, она мы можем на базу прыгнуть. На восточную. Да, это явно будет быстрее. да. Давайте немножко мы поменяем тактику. Чуть-чуть. просто на всякий случай, если мы вдруг встретим ту самую красавицу. Хотя, даже если мы ее и встретим, нам одной пачки патронов вот такой. И пистолет все-таки я возьму тогда. вот только какой. О! На кабана. поднимем. Поднимем. Я подготовился. Так, все, я поставил на кью. Отвлекаясь на чат. А то что я проморгал все. Жень, пока далеко не ушли, на перекус ходи. На перекус. На перекус. На перекус, давай сходим. Давай, давай сходим. Ребят, три минуты перерыв. На камеру не могу, поэтому придется мне отходить. Если позволите. Скоро вернусь. Ужь? Восьмое пальца. Восьмое пальца. Его механизировки вам увеличило милет. Мы Продолжение следует... 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 девки-то у нас непривычные дима ты вернулся и молчишь мы тут уже начали всякие эти версии по поводу того что ты там куришь такое я предположил что сигару или трубку шкибер предположил что бутылка с фольгой никто не угадал мы так странно с тобой идем нам он вон тот остров нужен ну ладно по верху пройдемся как раз не пенальти считается по реальному времени насколько я помню при перезапуске если ты вдруг сбегал на кормушку отстрелялся вышел и снова зашел уже ничего не будет то и это кстати видно в лаунчере когда ты заходишь в этот гейм кто там господи как он там называет что где можно с лаунчера загрузить эти кормушки не заходя в игру там прям пишет пенальти сидишь ждешь просто вопрос в том идет ли это время пока мы здесь в игре находит на этот штраф хотя в то время когда это ввели я на медведи на химильдале честно скажу я стрелял этих медведей из арбалета положил у одной бочки порядка восьми на медведей они все продолжали подходить то есть они отбегают вроде как и обратно возвращаются отбегают я уже давно зашел в лаунчер вижу что там пенальти висит давно но медведи все идут и идут кстати же тут из ребят вообще интересную штуку озвучивал по поводу кормушек что пенальти действует только на хост смысле сейчас понимаешь сказал ты зашел в мой хост бочки мои кормушки мои у меня пенальти ты естественно них не поохотишься или ты считаешь что у тебя заспавнится животные которые у меня не которые у меня не будут отображаться сюда странно получается я ты знаешь я обожаю эти сказки про the hunter classic когда начинают мне рассказывать что у двух арбалетов разная баллистика окей дизлайк от него на видео стоит и открыли послушал послушал мне когда сказали про топовых охотников слушай но это альбинос но но это альбинос ну-ка где ты я не пойму час 1000 1000 ребята нет у меня конечно кабан лучше но но мать его это 1000 это альбинос же но пропал вот еще упал или должен вот это кто такой сам 490 это же альбиноса 2 альбиноса правильно понимаю ребят поясните мне чтоб я понимал вообще дострелить есть чем кстати говоря пока не мне диме 7 миллиметров ну-ка 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 ты кто ну торгнулся козлы тут по-моему не вкусные судя по всему парабеллум привет делайте перед техбан и 10 перескать вот как так они в текстурах влазит в земле не альбинос и так кормушку вижу если не альбиноса то плевать принципе просто светлые окей обидно и альбинос это не видел а да альбинос ну прям там совсем белый да возможно ну ладно дим козлов видишь пока нет я хочу скажу а я вижу одного но это очень странно для меня советским гуру неинтересно серьезно чё сделать один козел у прикорма причем знаете какая история у меня с медведями была примерно похожая ситуация сейчас мы поищем суть в чем стоит прикорма подобный баг был при боди рендера как он проявлялся стоит прикорм а дичь кучкой тусуется где-то ни хрена себе кучкой тусуется где-то в двухстах метрах от дим стрелять никого стоп не а ну здесь кенгуру у нас ну один козлик доходит на забирай еще пенальти вешать на прикорму из одного козла непонятно сейчас я попробую поискать по интересам что-то кроме кенгуру тут ничего нету вон кабаны еще вспят целой кучкой черный это меланис но их много да и это не является там какой-то редкостью это как варят сокрации есть белые козлы которые вроде как светлые а есть именно непосредственно амбиносы и друг от друга очень сложно отключить пока не подберешь в этом нюанс конечно и ночью кенгуру буду валить я не знаю хочешь козла положил который возник я вам вот там направо у кабанов до камуфляж пусть ожидаем ты что такое 306 шильдил нет все тут же магна ты готов на 321 огонь ну что конгуру отстрелялся самца забрал рыженького да да вижу хорош ну что подбираем хоть так но пенальти все равно будет на кормушках потому что мы рядом стреляли лёх привет ну ничего себе лёха отошел на пять минут от стрима от компа в 13 с пять только сейчас вспомнил зачем включал компьютер понял блин да прикольно ну вообще да ты сейчас смешного прям обидел обычно он там запаздывает камуфляж до 3d не ну там не пустошь там хотя да вроде как-то арискама 3d арис пустошь да топ-бух я знаю переводить ну да о вот он ну давайте топ-1 по кигуру я их даже толком определить не могу в этом 701 420 без понятия ребят даже если это топ-1 пофигу кстати считается абсолютно по весу прямо смотрите 701 420 71 4 вот такой простой подсчет у тенгуряши серёг привет привет ты тоже ты тоже где-то где-то застрял пенальти будет потому что я рядом стрелял там уже неважно по козлам не по козлам хотя хрена узнать ребят я честно говоря с кормушками то я даже на кабанов особо не выставляю кормушки единственное вот у меня кормушки стоят на на вепре но сказать чтоб я прямо на них туда ходил пытался заставить там себе альбиносов да нет у меня вообще по-моему топовые вепре которую я подстрелил на 900 сетом очков 969 я такой себе охотник по вепре кабаны есть команды так дим чё перезапускаем что просто так ну ты перезапускай но пойдет что ты уже без меня там тебе уже на работу да я понял ну давайте пробежимся по первым этим попробуем перезапустить сейчас я еще вам в обыске белый фо в квартире это гипсокартон а чё удобно обои не не клеить взял валик и прокрасился кстати уже красить пора так чё у нас по сейчас ребят я вам попробую захват окна показать и давайте посмотрим гейм менеджмент байтсайдс и активно 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 пенальти нигде нету нет ребят нету пенальти пофигу можем дальше охотить окей ну раз я один то собственно пойдем мы в одиночку наверно кто-то ко мне в друзья просится не знаю может быть это блин у меня чат пропал теперь сейчас ребята музыка проиграет я чат верну себе на экран музыка 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 Так, Дима, чат. Дима, а ты еще с нами, да? Дима, понятно, Дима вышел, ну давайте я тоже из исхода выйду. Чтоб не было недоразумений. По козакам не стрелял, посему и штрафа нет, окей, окей. Так, ну что, пойдемте проверим. Проверим. Я пойду, Дима. Проверим. 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 Да, я вам стримлю. Сейчас, ребята, подождите. все все вернулся все должно в порядке тогда ребят все я исправился а вы запереживали да тут по звуку там было что-то очень интересно какого хрена ладно этот нас самец особо не интересует нам надо туда что я такое нажал понятно блин что серьезно и здесь сейчас козлок махать не будет а а а а а а есть ход для к 1 но во первых самка вот второго вижу черненький ходит очень мало и очень не интересно если честно думал что будет лучше в итоге у нас только один козел сегодня свыше 300 все остальное какая-то шелуха а Не всех подранков-то нашли. Или всех? А, первого козла мы не нашли. Которого я арбалетом саданал. С лука лег, и я не пробовал, честно говоря. Я не настолько про, а тем более по козлам, чтобы к ним на дистанцию для стрельбы из лука выходить. Ну блин, они на рану такие нежные, прям, ну я не знаю. Вот это что за чучело тут ходит, будущее. Сколько ты мне дашь? Надо подумать, но подумать быстро. 15-28. Вроде бы неплохо, но там будут какие-то 16. Я очень сильно расстроюсь. С другой стороны козлов нет нормальных. Поэтому давайте лисицу бахнем и прыгнем на правый респ. Посмотрим эту кормушку. Если там что-нибудь стоящее есть, то в принципе можно будет там дострелять. Нормально я, да, подумал? Вот поэтому я и говорил, что надо думать быстро. Не, я подбирался к козлам, к проходящему мимо мигрирующему стаду. Была какая-то миссия, по-моему. Я с пистолета здесь 7-м метрового, прям, ну, сколько? Ну, метров 25, по-моему, была дистанция выстрела. Вот она, лисичка. Я боюсь, что земля может сейчас текстурму обломать. Блин, как же этот прицел трясет, просто жесть. Ну-ка, 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 она, по-моему, разворачивается. Неужели моноку слышала? А, 211 метров. Могла. Гипотетически могла. Ну, если он за Бугород, за это то, что зашел, то я уже не увижу эту лису. Гипотетики. 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 в австралии что хорошо можно осматриваться по территории прям по силуэтом движущимся по точкам если что-то заметил то принципе уже можно опа зашибись я думаю метров 310 наверно будет там дистанция выстрела я посмотрю у меня в шерме кто-то отверстия ковыряет я чего-то не слышал да маленький проснулся а или это может быть кошка скребла не знаю она бывает просится ко мне давайте я левую ушку вот так вот красиво да ушки музыкальные зайцы хочу там затем не так где моя дырка попадания ли сейчас я буду крутить вперед назад вверх-вниз правая легкая 290 метров 24 серьезно блин но я брать это не буду конечно мне интересно где дырка а вот она как выглядит я им прям в грудину попал вот поверните ко мне вот так вот за краешек берем блин поворачивается вот она как вы поняли да по лице наверно 223 не подведет или зрители прикалываться на сейчас ребят последнюю кормушку смотрим вот это и наверное на сегодня все хоть не зря загружалку сходили на не а то прям совсем обидно потому что засыпаешь забываешь и и как бы формат пропадает а я в одиночке да я в одиночке я забыл что тут пауза работает здесь ты 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 сальчишки такие интересные по кабану случается я что-то белое вижу козлик точнее козлика вот когда с юбочкой я так понимаю это самки да самец самец окей тогда у меня возникает вопрос как отличить самку от самца визуально никак ну-ка 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 что там за кабанчик ребят я этого возьму этого возьму у меня по-моему лежит чучелка получше но я таких игрей с карты не выпускаю просто прицепили блин игорю я надеюсь на кабанах способ не тот же ну да на кабанах по кулкам все видно что-то я потерял ну-ка Угу. Что проверим? 308 так. Как на новых пистолетах? Патрон по игре говно. Но гипотетически готов предположить, что на новом стволе патрон может себя проявлять немножко по иначе. То же самое было с болтовками с новыми. Вроде бы поначалу они били хорошо и медведей, и кого угодно. Ну а потом превратилось все это в унылое, плохо пахнущее. Так, я уже только-только его видел, и он пропал. Поехали! 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 нет у порта машине завалить если а я вспомнил про ситуацию ты меня описываю да посмотрим сейчас попробуем я своими руками хочу сердце я конечно не выстрелю потому что он сейчас будет головой вперед на менять и это реха естественно череп не пропустит пулю но в такой ситуации надо целить непосредственно головной мозг смешной давай спасибо что заходил блин ну клубки то хорошие кстати говоря чем моя 7 миллиметров уверен начнем с того что я сейчас стрелять буду с близкой дистанции с близкой дистанции мой 74 наверное позволит мне пробить кабана на дальней да но на дальней паре прости меня и пистолет особо уже не выстрелишь блин а что-то у меня реально желание сейчас с дружья стрелять нас кормушка где а вам за границей да нет нет я понимаю что там лопатка я понимаю что там лопатка ну лопатку должен был пробить а уже 56 72 окей он все-таки сляжет но три следа крови окей но блин это это полная чушь конечно 308 патрон лопатку кабана должен по идее пробить и далее следом идет одно легкое на второе легкое серьезно не хватит но одно легкое должно было быть игорь ну как видишь в данной ситуации я думаю показательно довольно сейчас еще подберем его посмотрим ну лопатка там точно есть и скорее всего ну блин а куда стрелять кишки что ли тут лопатку под таким углом по любому должна была быть ты стреляешь через нее в легкие а чё на животные через резко бегают да я чё-то не в курсах игорь все стреляет 93 мне не интересно в целом понятно что там лютый патрон все дела вот на козлов он разрешен не помню вроде дальше козлы попадают под это он лежит но он не мертвый вот кстати не такой конечно угол ну тоже давайте попробуем через лопатку с этой стороны блин а чё попасть бы он мотает как этого вот а вот 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 он даже лопатки не коснулся понятно поэтому гравикапа я буду проверять 308 пистолет ружья либо с патроном что-то не то либо непосредственно с этим пистолетом что-то не то с 15 и 5 метров ну блин я подозревал что я лопатки коснулся но тут даже лопатка не задет чё за хрень в общем очень странная ситуация с 308 патроном если честно пойдемте кормушку проверим раз уж мы и одесса только пистолет этот нахрен выкину не рабочего не на кабана и я так думаю что я попробую его на обычных оленей там типа гравитца по блоки попробую запомнить на обычных оленей типа мула белохвостого колумбийца пока это лютая хрень конечно они оружие за 900 с чем-то там ем который пригодится нам только по сути раз в году у меня два прицела есть такие да окей кстати чисто на всякий случай устранить взять совы кстати друзья кто-нибудь вышки свои за ивент получил у меня такой вопрос поздний ивент закончился 4 числа сейчас 5 кто-нибудь вышки получил изменилось когда все игорек ведь расскажу когда когда рендер ввели на 320 метров я хотели надеюсь что вот этот пистолет мне не подведет потому что по крайней мере по крайней мере он у меня с кабанами ни разу еще не расстраивал я и рузвельтов складывал на нем о гравитапа нет кто-нибудь вышки свои получил я честно скажу я с 308 пистолета стрелял но это имеется ввиду тот который какой-то разбойник еще там какой-то стрелял очень давно на логерпойнте я ходил на олени ходил на кабанов и это был год ну 2013 14 максимум и как бы и все 14 уже вряд ли 14 уже вряд ли потому что уже было другое оружие более интересное пошло разнообразие скажем так меня в целом 308 патрон пистолетах именно всегда огорчал потому что он косячил он мог но косячил то есть он он очень был тонкий плане не прощал ошибки скажем так но сейчас ошибки не было сейчас ошибки не было я целил ровно в легкое понимаем что встретится мне лопатка с целью пробить лопатку дает добить далекого я понимал что я не пробьют два ли мощь мощности патрона не хватит я лопатки и коснулся ребята все эти события по большому счету я могу сказать что когда половина оружия не работает половина зверей у нас сломалась а чем занимается у нас а волны 6 июля вам не кажется что это мошенничество как минимум в это обман ладно хрестом там не мошенничество то есть но обман как факт возможно до них информации не дойдет не знаю будем пробовать через видео как-то достучаться надо исправлять ситуации потому что сейчас игра превращается в лютое говнище честно и вот если такие шаги дальше у нас будут предприниматься по поводу в воду там контента транспорта который нахрен не нужен в этой игре но не нужен он здесь блин займитесь багами поправьте то что сломалась а по большому счету откатите нахрен все на февраль когда вы вводили рендер и все только будут рады все будут только счастливы у меня кстати как видно меня свет выключен у норм я уже вижу как у меня видите ни хрена сия ну вот а прикорм зачем мне нахрен вот там вот если звери у меня вот там вот нет ребят вышки никому не пришли пришли если кто участвовал точнее выполнял миссии только ем а вот ему мне зачислили а вышки за черепа нету вижу 1 самец блин он такой больной как вот это интересней ну кася чем интересно то вкусно то есть и чё-то как-то все так себе да об этом говорю что мне на козлов вообще не везет причем как бы они есть вот пожалуйста бери стреляет но нормальных нет хотя я знаю что к с козлами у всех проблемы то есть их такое многообразие разнообразие и по рогам как по видам но чтоб найти топового меня вот это беленькая вот в юбочке прям папа а там еще у нас какая-то история и вот тут вроде поинтереснее есть вот такое не особо да так дебиленький вот ты у нас кто нос свой покажи глаза голубые вроде я буду тут это убахнул наверно или блин вот это вот это посветлее будет как альбиноса просто отсекло отличить кто в курсе альбиноса от светлого не как только при подборе уже ладно будем того на дальней дистанции доставать сколько метров сто восемьдесят два в принципе это почти весь под без поправки почти а а а а а а почему с медведями не так ребят почему с медведями нет так я не понимаю почему если это по бегущему медведю у которого органы в три раза больше чем у этого бедного злосчастного козлика блин и у тебя стабильно будут кишки очень хреновая тенденция в нашей юне ребят и вроде любимая и вроде бы единственная адекватная но она превращается в какой то я просто боюсь того дня наступление того дня когда эта игра станет хуже и менее понятней чем зов природы а по опа а че такое за раскрас а че это за раскрас такой а ты меня заинтересовала хоть ты и самочка ой блин она пошла точнее даже побежала ладно слушай если они пишут тебе присоединяйтесь к зеленым хостом наверное все таки они не билы объясняю почему половина а точнее даже большая часть того видео которое записал записано в одиночке вообще не на мультиплеер именно в одиночке и все равно есть косяки рога должны быть белые да все таки они такие розово розоватого цвета я понял что сейчас в небе вижу над вот той горой это блин что вот это кто такой охренеть козел забрал понимаете да вот сейчас если я стрелять по нему буду это что будет а он там еще не один окей давайте посмотрим сюда а вот она наша самочка который от нас убегал это пега или что чуть-чуть за раскраска вы видели где дырка попадания ребят вот наглядный пример вам посмотрите где кишки вот относительно ту лучше просто запомните вот эту границу а теперь смотрите сюда выстрел был вот как бы вам так показать это блин вот как вот такого ракурса был выстав то есть был бегущий козел и вот отсюда я с 7 миллиметровом засадил ему в направлении легких какого мать его тут там кишки опять то есть по большому счету этот козел лег только лишь потому что просто хватило мощности патрона был бы это медведь он бы бежал бы по всей карте у меня кстати к разговору к разговору о зеленых хостах вот пожалуйста одиночная игра я не в мультиплеере никому не присоединялся тем не менее какая-то лютая хрень да ребят приболела у нас игра приболела серьезно дембер они вот так вот сейчас подписываются да это вот такое теперь отношение у нас у разрабов к сообщениям о багах решать не будем ни хрена себе рога у альбиноса такие же как у всех только он будет немного светлее чем обычный белый окей у меня был белый и был светлее чем белый сейчас ребята но нет альбинос у меня нет среди это все и 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 я понял что они прямо не послали конечно но да да почему один играю потому что дима уже пошел пошел на работу вот а мне захотелось попробовать кормушки пощупать в одиночке но я на гору поднимусь если там не расшуганы козлы то мы еще наверно 12 выстрела сделаем и на сегодня уже все я думаю может быть наверх то прям совсем и не имеет смысла забираться но козлы есть блин да блин все пропало долбаные следы чекаются которых под ногами не но слушай по большому счету они эту бета-версию задумали не просто так и может быть даже слава бог что они начали тестировать перед тем как выкатывать обновление это правильно сначала дать возможность потестировать причем бесплатно дать возможность потестировать игрокам всем кто желает поучаствовать а то потом уже выкатывать уже в официальном обновление да я вчера джон генури заходил там вроде как он без ума было от обновления ему там все очень зашло и знаю конечно весь стрим не сидел но серёг там вроде как вроде как инвентарь немножко поменяли по-другому выглядит оп козлики есть причем беленькие беленькие бездругие нормальных вроде бы нету вот так кормушку только я на нем умею поставить да обратите внимание вот кормушка вот деревья вот деревья в блины хорошо не к самому лицу поставил так у меня там за дверью уже кто-то бегает глаза голубые глаза голубые самец 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 а где тут вроде еще один был пропал самка ладно давайте бахнем одного последнего крайнего не знаю зачем по очкам вообще ни о чем по очкам 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 с чем-то мы там построили в самом начале, но ты об этом уже в курсе, а в остальном вот такие вот безврогие тут сейчас ребята классно Дед Мороз, просто забей, я ровно к этому душе голубоглазик, ладно, легкое, левое легкое одно и кстати лопатка задета поэтому второе и не прошло, легкое собственно друзья, огромное вам спасибо, сегодня с вами все здорово побегал по своим кормушкам, хоть не пропали зря вот, сейчас кстати я еще сделаю, хотя стоит ли вообще на 320, что там у нас было, 323 или 325 я думаю чучело мы наверное не будем делать, потом в другой раз поищем получше вот в целом касательно 308, касательно медведей, касательно вот этих попаданий на бегу ребят игра болеет игра болеет, и на мой взгляд их надо засыпать сейчас разработчиков где я его увидел так что а они вернулись что ли блин, что серьезно, зов природы? в классике я только что белого увидел а сейчас вот черный стоит и они оба возвращаются после выстрела сюда, да? это вот так пенальти выглядит вон они, оба он башка белого, вон черный идет вот так вот рендера они добавили в общем друзья, будем побольше писать им будем писать, записывать видео отправлять им пусть думают не будут думать, будут посылать всех нахрен но я думаю, что и мы однажды все разом скажем да, пошли бы вы нахрен, да? найдем какую-то альтернативу не знаю жалко, конечно, жалко но я пока вижу, что они столкнулись с проблемами, которые нерешаемы вот а мы столкнулись с игрой, которую вроде бы пытаются контент какой-то добавить там, рендер баллистику а в итоге все это сломало в чертовой матери все, что работало до этого это сломало в чертовой матери при этом, при всем сервера не готовы сами сервера работают нестабильно почему? потому что игра не планировалась никогда под массовый под массовый как бы онлайн да? особых затрат на создание или аренду там серверов никто не планировал в этой компании поверьте мне для этой игры никто не планировал поэтому здесь худо-бедно как-то они пытаются что-то выжить из этой игры материально и при этом не собираются ничего делать по поводу стабильности серверов настройки аккаунта часового пояса у меня Москва у меня Москва администрации в Однопольске нету, да? ребят, я попробую попробую знать как можно запинговать саму игру чтобы была возможность увидеть пинг сам в этой игре относительно того сервера к которому я подключаюсь при запуске мультиплеера допустим или при запуске ну при одиночке тоже должен быть пинг потому что здесь здесь даже одиночкой управляет сервер вот но вот эти скачки пинга они о чем-то нам скажут стабильность серверного соединения вы никогда не узнаете никогда здесь нету никаких-то тестовых этих цифр даже нет вы нигде этой информации не найдете вот кстати комментарий под видео к медведям был шикарный касательно прицела УВГ есть прицел в танках который серверный и даже там при том что там безумные бабки вкладывались именно в создании там по-моему арендованных сервера раньше были да сейчас они уже свои имеют но при этом безумные бабки в безумные стабильные сервера были вложены но серверный прицел все равно передвигался с некой задержкой о чем говорить вот в этой сервера сервер хорош меня тролли какая тут нахрен рыба ноябрь иди на щуку хотя на щуку наверное уже поздно ноябрь ну если лед не встал то еще не поздно лед не встал с пытаюсь прочитать все понять вообще обнову на 6,9 гигабайт, ну понятно, это паразлок природы, опять олени застревают в кустах утки, под новый взрыв ходит, ну понятно, у них, у них сервак в Швеции, вот у них сервак в Швеции, но ты знаешь, вот давай так мы подойдем к этому вопросу, сейчас я вам сделаю БСК сюда на лаунчер, ну и вот, доходим, найти многопультическую игру, и вот смотрите, сейчас найдем Швецию, вот она Швеция, да? Это Швеция? Да, это Швеция, расположение сервера Европа, все, больше ничего не пишет, зеленая метка, зеленая метка, но чтобы вы понимали, у меня зеленого, зеленого, ну вот, вот это кто такой, хер его знает, я не разбираюсь, если честно, во флагах, по крайней мере не во всех, вот Бразилия желтая, вот Бразилия желтая, все остальное у меня зеленое, какого хера, у меня Великобритания здесь зеленое, понимаете, у меня тут сейчас США, если я найду, у меня будет зеленое, США, зеленый, Северная Америка, я не знаю, что тут еще сказать по поводу ответов нашего доблестного разработчика, честно, на мой взгляд, от пинга, конечно, здесь может что-то влиять, пинга, но по большому счету, скорее всего, здесь проблема именно в нестабильности серверного передачи между вашим компьютером и сервером, и это просто шерпотреб, сам сервер и очень хреновенький, скажем так, серверный код. Да, шаблоны отписки. Ну, ребят, можно побомбить на форуме, например, можно побомбить на ютубе, даст от результатов, я не знаю, но я готов действовать, честно, вот я хочу вам сказать, что я не просто не буду сидеть, сложая руки, потому что, если не эта игра, то мне играть вообще не во что, по большому счету. Вот, говоря о моей профильном занятии на компьютере, да, ну, шутеры это все мое вот такое приходящее-входящее, сегодня хочу шутер, завтра не хочу, а вот охота, она мне стала близка уже вот очень давно, я еще в детские годы в Deerkanter гонял, да, вот, с 11 года я попал в эту игру, я полюбил ее, я полюбил ее не только за то, какая она реалистичная, еще что-то логичное, понятное, но и за отношение разработчиков, на тот момент отношение разработчиков было иным, что сейчас с ним происходит, не знаю. Ладно, давайте не будем уже о грустном, попробуем что-то с этим сделать, все-таки игра нам дорога, ну, кому дорога, тот начнет влезать в какие-то форумные обсуждения, доказывать что-то, записывать видео, ребят, пишите видео, пишите короткие моменты, которые вот, хлопальдзет там, через меню Nvidia, да, записали там минутный, двухминутный ролик и показали разработчикам. Скинули себе на канал на YouTube, у вас, у каждого, кто сейчас здесь сидит, это все каналы, да, и вы можете себе просто в плейлист скидывать свои видосы с доступом по ссылке, никто не увидит это видео, пока вы не скинете ссылку, и в данном случае я предлагаю данной ссылке откидать разработчикам за Хаттер Классик. Пусть посмотрим, что происходит в ихней игре. Собственно, все, давайте на сегодня будем прощаться, не знаю, может быть, вечерочком, если будет что-то, но я не могу обещать, потому что сейчас с детьми еще неизвестно, когда он уляжется, потому что поспал он в нем довольно прилично. Вот, после 10 я точно не буду запускать уже ничего. Если до 10 у меня все разрулится, то, в принципе, что-нибудь погоняем. Собственно, все, друзья, огромное вам спасибо за поддержку, за просмотр, за советы и за ваше активное участие в чате, ну и, конечно же, за ваши лайки. Спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok